Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Хешрейт биткоина бьет исторические максимумы, как мы видим с вами из этого графика. О чем это нам может говорить? Давайте обсудим в сегодняшнем видео, погнали! Итак, ребята, для начала хочу сказать для тех, кто не знает. Хешрейт биткоина – это сложность вычисления сети. То есть, чем больше майнеров подключается, чем сложнее добывать блоки, тем, соответственно, хешрейт становится выше. И если мы посмотрим с вами в долгую, то хешрейт сети на 100% абсолютно коррелирует с ценой. То есть, хешрейт всегда в долгую растет. Посмотрите, сеть растет. Это сетевой эффект. И цена тоже в долгую всегда растет. Как вы можете видеть, хешрейт показывает дорогу цене. Теперь давайте, ребята, наложим графики хешрейта на цену и посмотрим, где мы сейчас и о чем нам это говорит. Как вы можете видеть, хешрейт биткоина штурмует исторические максимумы. И уже переписал вот эту вот вершину, которая у нас была сопоставима с 64 тысячами долларов на графике. Соответственно, вот эта вершина в 69 у нас была также вот здесь. Это была двойная вершина. Но после этого произошла дивергенция. Посмотрите, цена пошла вниз, а хешрейт пошел наверх. И мы с вами знаем, что в долгую цена тяготеет за хешрейтом. Поэтому давайте посмотрим, что было в предыдущих моментах, когда мы видели такую дивергенцию. Ну, допустим, вот здесь. Посмотрите, хешрейт сильно вырос, а цена упала. Что произошло после этого? Хешрейт немножко упал, скорректировался через флет и попер дальше наверх. Что сделала цена? Запампилась на несколько иксов, скорректировалась и поперла дальше наверх. Давайте рассмотрим более детально. Наложив диаграмму хешрейта на график биткоина, что мы здесь видим? Оранжевая линия – это хешрейт. Соответственно, свечи – это график биткоина. Посмотрите, у нас с вами был дамп. Вот здесь вот синхронный дамп. И цены, и хешрейта. Это было связано как раз с отключением китайских майнеров. После этого хешрейт очень сильно восстановился, а цена упала. Произошла супер-мега-дивергенция. О чем это нам говорит? Что как минимум они скоро снова начнут сближаться и встретиться в какой-то точке. Даже если хешрейт будет падать, а цена расти. Но как максимум, и это видится мне наиболее вероятным, расти начнут они оба. Причем цена должна начать расти сильнее, потому что она очень сильно отстает от хешрейта. И в нашем телеграмме, на который вы обязательно должны быть подписаны, проверьте, пожалуйста, подписочку. Товарищ Виктор пишет «шартим хешрейт». И это, конечно, смешно, скажете вы. Есть даже какой-то биткоин-стандарт хешрейт токен, которым можно торговать на полониксе, но он совершенно не то показывает, как вы можете видеть. Он вообще падает, потому что это какой-то лютый скам. Но, говоря по правде, шартить хешрейт BTC действительно нужно. Но недолго. И в моменте, как вы думаете, к чему? К самому биткоину. Потому что, смотрите, еще раз вам говорю, хешрейт очень сильно вырос, а биткоин очень сильно упал, поэтому в моменте обязательно биткоин вырастет быстрее и сильнее, чем хешрейт. Вот основная мысль сегодняшнего видео, ребята, в том, что это просто ультимативный бычий индикатор в долгосроке, как вы можете видеть из графика. Ну да ладно, довольны с хешрейтом. Давайте перейдем на локальный график биткоина. Кстати, кому интересно накладывать график хешрейта, вот он называется BTC, нижнее подчеркивание, хешрейт, Glass Note на TradingView. Но мы пока его убираем и смотрим, что здесь происходит. А происходит, друзья, то, что BTC у нас с вами на макро-таймфрейме уперся в ключевой уровень нисходящего сопротивления. Посмотрите, самых 69 тысяч вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь мы не могли его пробить. Как и наш канал, ребята, уперся в сопротивление 93 500 подписчиков, поэтому буду вам признателен, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь к нам на канал, если вы еще этого не сделали, и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И прямо сейчас у нас идет решающая битва за будущее крипторынка. Посмотрите, если мы сейчас пробиваем этот уровень на вот этих высоких объемах, отбрасывая все сомнения, я вижу, ребят, что биткоин отскакивает просто куда-нибудь на 50 тысяч долларов. Вообще как миленький. Потому что, сейчас вам объясню почему, потому что все уже разочаровались, все те, кто покупал вот здесь по 69, сейчас голосуют в нашем опросе за то, что биткоин закроет октябрьскую свечку ниже 20 тысяч, 50% голосов, нифигово так из 5 тысяч голосов. А как мы знаем с вами, рынок любит удивлять и делать обратное. Поэтому смотрите, что я вам скажу. Вот у нас тут есть офигенная линия поддержки, которая держится еще с прошлого медвежьего рынка. Мы сейчас прямо на ней. И вот у нас есть линия неперекупленного сопротивления. Посмотрите, у нас был вот здесь перекупленный пузырь в 2017 году. Мы его сдули. Вот у нас неперекупленное сопротивление. Это 2018-2020 год. Мини пузыри такие об него стучались. Вот здесь у нас было сопротивление в 2020 перед пробитием Call Time High. И вот снова мы здесь. Это сейчас 25 тысяч, поскольку это растущий канал. Тогда это было 9 тысяч, 14, 19. Сейчас вот здесь это было уже 25. То есть сейчас, если мы поднимемся к верхней границе этого канала, то это будет уже примерно 27 тысяч долларов за монету. И что лично думаю будет я, что мы его пробьем и улетим просто в космос. Потому что все ждут чего? Хотя бы вот этих уровней, чтобы зафиксироваться хотя бы на вот этой линии сопротивления. Либо вот здесь, на 30. Вот эта зона 25-30. Это зона, где большинство участников выйдет по take profit, потому что подумают, вау, круто, мы уже заработали. Но на самом деле это... Я просто вам напоминаю, вы уже, наверное, забыли. О том, что биткоин не так давно торговался по 48-59 тысяч долларов. И даже 69. И вот у нас был такой восходящий канал средней цены. Я обращу ваше внимание, что это даже не пиковая цена. Это средняя цена, которая сейчас составляет примерно 50-60 тысяч долларов. Поэтому я все еще думаю, ребята, что мы летим куда-то вот сюда. Сквизануть всех шартистов наверх, как говорится. Так что, конечно же, дисклеймер, ребята, не финансовый совет. Я набираю лонги. Посмотрите, вон, как Ripple фигарит. Прекрасно держит локальный аптренд, параболически закругляется. И не только Ripple. Также есть много монет, которые все еще находятся на лоях. Так что, да, ребята, отдаляясь даже на дневном таймфрейме вот так вот, PTC очень сильно перепродан и смотрит на отскок куда-то к средним значениям. Как минимум, даже если мы будем находиться еще в окончании медвежьего рынка или в боковике какое-то время до халвинга. Как минимум, сначала мы увидим отскок туда. Это мое мнение. Вот опять же скрин из чата, который подкрепляет эту теорию. Посмотрите, он говорит о том, что мы сейчас вот здесь. И действительно, посмотрите, как похоже. Недельный таймфрейм. Сетка EMA Ribbon очень сильно перепродана. Желтая линия снизу красный. Мы формируем двойное дно и улетаем в космос. Вы это, надеюсь, видите. Так что вот, ребята, резюмируя, хочу сказать следующее. Очень многие отчаялись сейчас на этом рынке. В основном те, кто пришел за последний год. Те, кто покупал биткоин вот здесь, или вот здесь, или вот здесь, или даже вот здесь. И видят то, что он только падает. Они теперь думают, что он будет всегда падать и учатся зарабатывать на падении, на шорте. Но в долгую, ребята, как я уже вам показал, и хешрейт кричит нам об этом, и здравый смысл. И вообще история нам говорит об этом, если вы посмотрите в долгую. Побеждают длинные позиции. Это заложено в самих этих словах лонг и шорт. Шорт – это ненадолго. Вот максимум на год два. А лонг – это на десятилетие, ребята. И лонг выдает сотни иксов. В отличие от шорта. Поэтому смотрите сами. Я понимаю прекрасно всех тех, кто покупал вот здесь. Я тоже покупал вот здесь. Потому что мы тогда были технически в бычьем рынке, если вы посмотрите. У нас были повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. И здесь по технике надо было покупать. И очень многие ждали, что вот это будет разворотное W, и мы полетим выше. Но мы уперлись в это сопротивление. И отверглись от него, пошли еще ниже. Теперь для подтверждения смены тренда нам нужно пробить это сопротивление, что мы делаем прямо сейчас на высоких объемах. И также закрепиться выше над вот этим горизонтальным сопротивлением приблизительно в 25 тысяч долларов. Друзья, если мы сейчас это делаем, то нужно брать себя в руки и тариться на всю котлету олын. Потому что, ребята, естественно, не забывая о том, что может быть еще вот такой вариант, я имею в виду взять именно вот это движение. Вот это движение примерно куда-то до 40, а то и до 50 тысяч долларов нужно забирать. Потому что это то, чего вы ждали. И если вы правильно это торганете, вы и денег заработаете, и покроете свои убытки, которые у вас были на инвестициях вот здесь, вот здесь и вот здесь. Понимаете, вы все равно среднюю свою цену сместите вот сюда и заработаете деньги. Поэтому желаю вам успехов в торговле. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. С вами был Гринни от канала Crypto Commons. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем профитроли и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok